Всем привет! Сегодня хочу вам показать свои покупочки в магазине FixPrice. Давно я этого не делала. Если честно, я всегда хожу в магазин FixPrice, но не всегда получается снимать, потому что бывает обычно покупаю небольшое количество, 2-3 позиции, потом еще и так постоянно. Ну, а здесь решила все-таки вам показать. Некоторые вещи я уже показывала в шортс. Это, например, как вот такие вот патчи. Патчи Angel K. Здесь 80 штук. Упаковка очень классная. Коробочку я, к сожалению, выкинула. Коробочка тоже классного качества. Цена 199 рублей. Сами по себе патчи очень сильно похожи, я бы, на от компании T&D. Компания T&D, они стоят 899 рублей. Почему я так говорю? Они похожи по материалу. Они тоже очень тоненькие. Единственное, что у них цвет разный. У них даже аромат одинаковый именно самой сыворотки. В компании T&D тоже производят патчи именно в Китае. И эти тоже китайские патчи. Но бывает иногда от Angel K. Продаются 60 штук. 60 штук на Ozone, на Valberis вы можете найти. Это уже корейское производство, а это китайское. Они отличаются именно по количеству. Знаю, что во многих FixPrice продавались различные, то есть не только черные. В нашем FixPrice были только черные, поэтому мне удалось их ухватить. Обычные патчи, я бы не сказала, что они прям что-то делают. Но это, в принципе, уже давным-давно доказано. Но мне очень нравится использовать их утром, особенно в жаркую погоду летом. Что-то холодненькое наложить на лицо. Зимой я тоже их использую. Я уже привыкла каждый день просто утром умылась. Патчи нанесла, походила. Ну, пускай даже они особо не работают, да, как многие пишут. Но мне нравится, я вижу от них результат. Результат это освежение зоны под глазами. То есть освежается зона под глазами. Даже если вы не выспались, все равно отдохнувшее получается лицо, как бы благодаря этим патчам, сколько раз я видела именно такой результат. Поэтому патчи похвалить могу. Если есть возможность, обязательно купите в фикс прайсе, чтобы не переплачивать, не покупать за тысячу. Я совсем недавно покупала за 800 с чем-то рублей от Елизавета. От Елизавета мне они не понравились. Из хозяйственного взяла 5... Ой, тут 1, 2, 3... А, 4 штуки, да. Вот такие металлические губки. Я их всегда покупаю в фикс прайс, потому что, ну, это разумная покупка. Она очень даже бюджетно получается. Выходит 55 рублей, по-моему. И, соответственно, этих губок хватает надолго. Ну, по крайней мере, мне. У меня здесь все подряд, потому что я буквально сегодня ходила в фикс прайс. Купила вот такой вот чай. Чай я всегда покупаю в фикс прайсе. Мы очень любим зеленый чай. Редко пьем черный, поэтому зеленым чаем запасаемся. Я очень люблю вот Куртис. Вот такой вот в пирамидках зеленый чай. Очень вкусный. Кто любит зеленый чай, я могу поставить. Но я думаю, кто любит зеленый чай, он как раз-таки его и пьет. Ну, это тоже по хозяйству. 50 штук. Это у нас 30 литров. Это я покупаю. Очень, кстати, понравилась. Вот такая миленькая, классная пена. 99 рублей. Здесь 500 миллилитров. Она меняет цвет. Когда ребенок наливает в ванну, то есть она меняет цвет, становится ярко-зеленым таким, да, как море. Вот. Я показываю две. Мы уже одну вообще полностью использовали и вторая целая. Очень похоже на... В компании Фаберлик продается, но там, правда, подороже и всего 200 миллилитров. Нужно небольшое количество. Пенится очень хорошо. Пены много. Аромат просто приятный, сладкий такой. Конфетками пахнет. Детям очень понравится. Поэтому, если у вас есть дети или вы сами любите плескаться в пене, то могу вам посоветовать. Сегодня ходила, думала, будет такая пена. Но такая пена уже, к сожалению, в нашем фикс-прайсе закончилась. Но, может быть, в вашем она еще есть. Но появилась другая. Тоже от Парли. Я, кстати, не сказала. Это от Парли косметикс. Здесь 3 плюса найдет. И вот это тоже Парли косметикс. У них, кстати, вот именно вот у Парли очень классно выглядит. Выглядит просто бомбически. Я даже не сразу поняла, что это Парли производит. Крем пена для ванны. Кстати, давайте понюхаю. Ой, здесь вообще прям сливочный такой вкус. Очень вкусный. Сливочными конфетами. Вообще бомба. Я думаю, что моим детям это очень понравится. Они любят такое. Еще я очень люблю в фикс-прайсе покупать именно канцелярию. Вот такие вот прикольные ручки. То есть, они ручки шариковые автоматические. Синие чернила. То есть, это получается яйца, наверное. Да, яйца. Отсвечивает все. Это я тоже себе взяла. Но, скорее всего, у меня их отожмут. Я пока никому не показывала. Но я думаю, что у меня отожмут. Взяла тетрадки. Это в узкую линейку. Я их много никогда не набираю. У меня в клетку, в линейку, огромное количество тетрадок. Потому что они уходят быстро. Так как дочка в первый класс пошла. Во втором классе она уже в узкую линейку, возможно, не будет брать. Она будет в широкой линейке уже писать. И взяла два альбома. В школе у нас все есть. Это я взяла, чтобы рисовать. Потому что у нас все позаканчивалось. Для себя взяла вот такую вот красную тетрадочку. Цены, кстати, на эти тетрадки вообще очень дешевые. Именно фикс-прайс. В обычных магазинах стоит гораздо все дороже. Хочу вам показать вот такой вот пыш-кейк. Это японские рецепты. Если честно, выглядят они на вид как-то бледновато. Я бы даже так сказала. Я еще на кассе спросила, это нужно разогревать или это уже есть можно. Мне сказали, попробуй. Очень вкусно. Дети берут, просто приходят пачками. Цена была 40 с чем-то рублей. Сейчас я вам даже скажу. 49 рублей 50 пакет за 2 штуки. Ну, буду пробовать обязательно. Сейчас в конце видео мы с вами попробуем. За 99 рублей теплые носочки взяла. Здесь вот такой вот снегирек нарисован. Это я не себе взяла. Это я Катя взяла. Это наш приемный ребенок. И 800 грамм взяла вот такой вот пятновыводитель фиолетовый. Цена у него тоже была очень даже бюджетная. Я сейчас вам даже скажу. 149 рублей за 800 грамм. Но, в принципе, в банках бывает иногда и 200, и 300. Здесь написано без хлора. Я не один раз брала в фикс прайсе именно отбеливающие средства. Они мне очень даже подходили и нравились. Но зачастую бывает, что что-то понравится. В фикс прайсе это перестают возить. Привезут какую-нибудь говняшку. И в желании пропадает что-то там потом покупать. Потом опять ходишь-ходишь. Ну, вот опять увидела новинку. Думаю, ну, возьму попробую. Кто знает, может классно отбили. Пятна будет выводить. И взяла попробовать вот такой вот кондиционер. У него цена была тоже недорогая. 87 рублей, девочки. Это очень смешная цена. Здесь 1300 миллилитров на 32 стирки. Я планирую его перелить. В бутылочку, когда у меня закончится. Здесь фабрик софтнер. Но я не знаю, как оно будет в действительности работать. Потому что за такую цену как-то возникают сразу же сомнения. Мне самое главное, чтобы были мягкие полотенца и был легкий аромат. Но зачастую бывает, что этих ароматов нет. Ну и давайте откроем пышки и попробуем. Вот так вот это все выглядит. Очень вкусно пахнет. Ой, ванильный вкусно пахнет. Ой, прям. Оно, кстати, действительно ванилью пахнет. Ну, я не знаю, какую дашь поповую. Ну, поповую сначала. Ой, тут шоколад потек. Шоколадный. До начинки не набралась. Очень сильно отдает разрыхлителям, что ли. Даже немножко, кстати, горчит. По крайней мере, у меня во рту. Я не знаю, почему так. Может, так и надо. Ну и давайте ванильный. Ванильный гораздо вкуснее. Но, честно, у меня не возникло желания идти покупать еще раз. Даже наоборот. Ну, как-то... Я не знаю, может, есть, конечно, любители вот такой выпечки. Но я больше... Можно самим сделать капкейки. Они получаются очень вкусными. Даже без начинки они будут очень вкусные. А здесь... Ну, вот это с горчинкой точно отдает шоколадный. Прям горчит немножко. Может, когда до начинки добраться, вот это вот горечь и уйдет. Может, как раз-таки горечь и с сахаром. Она как-то по-другому будет сочетаться. Имею в виду с шоколадом. Ванильный он не сильно горчит. Аромат у него очень вкусный. Но прям чем-то химозненьким отдает. Честное слово. Вот во рту прям химозненьким отдает. Такой непонятный крючок. Возможно, меня сейчас кто-то за это осудит. Есть любители. Обязательно, если вам нравится, пишите в комментариях. Я любым комментариям рада. Если не знаете, чего писать. Хотя бы поставьте смайлик. Обязательно ставьте лайки. Ну и подписывайтесь на мой канал. Будет много всего интересного. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok